Доктор Саар Ярви 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 извлекать из окружающей среды заразные микробы и вирусы, хранить и выращивать их в собственном теле, а затем распространять их, что могло привести к сильнейшей пандемии. Степень распространения инфекции напрямую зависела от настроения SCP-353, и чем сильнее эмоции, которые она испытывала, тем сильнее инфекция и тем больше зона ее распространения. Судя по всему, SCP-353 имела иммунитет к указанным микробам и вирусам, но лишь до тех пор, пока она была пассивна и только при хранении их в своем теле. Как только она проявляла активность, силой своей воли пытаясь изменять и совершенствовать инфекционные агенты в то время, как они находились в ее теле, у нее начинали проявляться симптомы, вызываемых ими болезней, от легких до чрезвычайно сильных. Симптомы болезни оставались столько времени, сколько длились активные действия SCP-353 по изменению количества и качества инфекционного агента, и таким образом в большинстве случаев исчезали через несколько часов. Исследования показали, что объект был способен содержать почти любые бактерии и вирусы, вызывающие заболевания в своем теле, однако изменять она была способна только те инфекционные агенты, которые в естественных условиях могли бы выжить в человеческом теле. На момент написания этого отчета в крови SCP-353 содержались следы более чем тысячи инфекционных агентов, включая вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, Эболу, Марбургский вирус, 67 различных видов обыкновенной простуды, простой герпес типа А, кишечную палочку, холеру, бубонную чуму, атипичную пневмонию и малярию. Как минимум 30% этих вирусов не были известны науке ранее и скорее всего были разработаны самой SCP-353, что делало ее незаменимым ресурсом. Приложение 353-01. SCP-353 была впервые обнаружена в Южной Африке, где она, судя по всему, умышленно пыталась заполучить вирус Эболы. Персонал фонда преследовал SCP-353 на пути в Дрезден, Германия, где, как они решили, она успешно заполучила Марбургский вирус и распространила его. Постепенно объект удалось усмирить физическими средствами и направить его в распоряжение фонда с минимальными потерями. Настоящее имя объекта неизвестно, поскольку она представлялась исключительно как Вектор и отказывалась отвечать на любые вопросы касательно своего прошлого. SCP-353 утверждала, что путешествовала по всему Западу в поисках все более сильных инфекций в свою коллекцию. Когда ее спросили, зачем она это делает, она давала только один ответ. Потому что могу. Приложение 353-02. Первоначальные исследования выявили, что SCP-353 была способна воздействовать как на инфекционные агенты в телах людей, находящихся поблизости от нее, так и в собственном теле. Она, однако, предпочитала изменять инфекционные агенты в пределах собственного тела, поскольку благодаря этому получала доступ к результатам своих манипуляций. Далее, ее способность воздействовать на заражение в телах ближайших субъектов, означало, что она была одинаково способна и вылечить болезнь, и поразить ею кого-либо. Удали абзац, где я называю ее жалкой пародией на злодейку из Людей Икс. Приложение 3, 4 и 5 тоже удали, а последнее... Оставь как есть. Сделано. Войдите. О, Дри, я редактирую твою документацию. SCP-файл, не личное дело. Этим уже я занята. И вот спустя 10 анализов... Справка о хорошем состоянии здоровья. Я бы даже сказала, идеальном. То есть? Все пропали. Каждая болезнь до последней. Количество лейкоцитов у меня настолько низкое, что врачи думают о том, чтобы засунуть меня в шар. Они удивлены, что у меня вообще есть кишечная флора. Думала, тебя хватит апоплексический удар. Такой ценный ресурс утерян. Да, но... Если меня уволят, то мне понадобится кто-то, способный занять мое место. Ты шутишь? А почему нет? У тебя уже больше опыта работы с инфекционными агентами, чем когда-либо будет у меня. К тому же, Зика продолжает набирать обороты. Ах... Я видела Гласса, когда умирала. Думаю, я тоже. По крайней мере, я его слышал. И все же, в истории звонков того входящего нет. Хочешь почитать, какое у него было первое впечатление о тебе? Давай. Приложение 353-06. Если говорить об этой вектор как о личности, в том числе о ее помешательстве на черном цвете, ее убеждении, что кто круче, тот и прав, ее желании заражать, а не излечивать, и ее пренебрежении человеческой жизнью, то все это указывает на то, что она имеет черты нарциссизма в самом негативном его аспекте, а также проявляет психопатические тенденции. Очевидно, что она испытывает удовольствие, изменяя и контролируя заражи внутри себя, несмотря даже на то, что это часто причиняет боль ей самой. И это также вызывает тревогу. Запрашиваю разрешение на проведение психологической экспертизы. Возможно, терапевтические беседы могут быть полезны для борьбы со столькими трудностями в ее поведении. Доктор Глаз. Мне нужно добавить приложение по поводу недавнего инцидента. Не хочешь сама о нем рассказать? Не против, если я начну издалека. Я не слишком хороша в составлении формальных отчетов. Это не проблема. Ладно. Ладно. Все началось 11 лет назад, когда доктор Глаз начал со мной беседовать. Спустя год я впервые встретилась с ним лицом к лицу. Он зашел прямо ко мне в камеру, без костюма биозащиты. Он умирал. Не из-за меня. Во время одного из нус Глаз подвергся аномальной заразе. Он должен был умереть через 5 лет. Но вместо того, чтобы уйти в отставку и насладиться оставшимся временем, Саймон решил помочь мне. Изначально меня всегда это в нем раздражало. Его мягкость. Его... Эмпатия. В прошлом он был полевым агентом. Его повысили за работу с SCP-781, и он стал главой отдела психологии в 17-й зоне. У него был допуск ко всем гуманоидам класса безопасный и Евклид, а также к некоторым другим SCP-объектам на его выбор. И... Он ко всем относился абсолютно одинаково. Даже во мне он видел потенциал. Спустя какое-то время я начала ему открываться. Он был хорошим психологом, знал, куда надавить. Но мою любовь к комиксам... Я рассказала ему, где родилась. Это стало отправной точкой его расследования, и... Он нашел меня. Старую меня. Притащил мое стыдливое фото с Хэллоуина. Я, конечно же, разозлилась, но... Он продолжил называть меня Вектор. Хотя прекрасно знал мое прошлое имя. Мне кажется, Саймон даже разузнал, как я стала такой, какая я есть. Он унес эти знания в могилу. За что я ему благодарна. Миру явно не нужна еще одна Вектор. К сожалению, Саймона отстранили от моего дела. Фонд не слишком любит, когда персонал сдруживается с аномалиями. Незадолго после этого он впал в кому. И был помещен в Криосон. А я... Она спасла мою жизнь. Произошло нарушение условий содержания. Это был единственный случай, когда прорыв SCP-008 окончился без единого летального исхода. Затем я присоединилась к Бете-7. Шляпным болванчиком. Взяла себе имя Одрим Маград. На тот момент глаз уже вышел из Криостазиса и... Познакомил меня с моей сестрой. Мама отдала ее на удочерение после первого брака. Встреча с ней была ошибкой. Она чуть не погибла от чумы. Пять соседей заразились Зикой. Пришлось даже вытягивать оспу из пятилетнего малыша. Я была... В ярости. Накричала на глаз, Приказала всех аммнизировать и отправить меня в любой лепрозорий. Два года назад Сай умер. Я не смогла даже попрощаться. Я пыталась избавить его от этой болезни. Правда, пыталась, но она будто вцепилась в его душу. Я... Позволь мне продолжить. Хорошо? 31 октября 2019 год. Харкнесс. Карантинная зона Мэрилэнда. Контекст. Харкнесс является одним из Нексусов, этаким лепрозорием. Его жители имеют иммунитет ко всем болезням, начиная от простуды и заканчивая грибком стопы. Тем не менее, город стал настоящим эпицентром аномальных болезней в поздние 80-е и ранние 90-е. С того момента город окутывает это такая миазма, имеющая вид густого зеленого тумана. Я встретился с агентом Маград, чтобы взять у нее образец крови ввиду нехватки и вакцин от Зики. После она покинула зону 52 и отправилась на ярмарку, где приобрела SCP-4683-1, яблоко, употребление которого создает микронексус вокруг субъекта. Для более подробной информации смотрите документацию SCP-4683. По прибытии в свои апартаменты Одри подверглась аномальному эффекту объекта и оборвала шнур горячей линии, тем самым вызвав тревогу и уведомил фонд об экстренной ситуации. После агент Маград была доставлена в зону 52 и изолирована. Ее состояние было критическим. Тело было вывернуто наизнанку от боли и покрыто кровью, гноем и язвами. Она была подвержена всем возможным болезням, которые хранились в ее теле. Ввиду безвыходного положения дел, я позвонил доктору Глассу. Мертвец, естественно, не мог ответить. Звонок просто должен был помочь мне сформировать идею. Однако раздался рингтон «Man in the Mirror». Я не слышал его уже несколько лет, потому что он играл только при звонке от Саймона. На том конце трубки, на фоне помех, он трижды произнес «Умирает идея, Зика исчезнет». Тогда я вспомнил про образец крови, который взял этим утром. Именно его введение помогло стабилизировать состояние агента Маград. Спасибо, Вия. Не за что, Одри. Давай останемся здесь ненадолго. Я давно не видела солнечный свет не скрытой миазмой. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok